Многие не носят очки, считая их вредными. Другие не видят опасности, которые несут для зрения современные гаджеты. Какие болезни глаз получили сейчас широкое распространение, рассказал нашему корреспонденту Елене Цветковой, специалист-офтальмолог. В цифровом веке в первую очередь страдает зрительный орган человека. Офтальмологи выделяют несколько основных распространенных заболеваний в мире. Это близорукость, дальнозоркость, синдром сухого глаза, катаракта и ретинотопия. Очки с отрицательными диоптриями сейчас носят более миллиарда человек в мире. Люди плохо видят вдаль из-за увеличенной длины глазного яблока. Это происходит из-за частой фокусировки зрения на мониторах и гаджетах в течение всего дня. Современному человеку приходится столкнуться с монитором компьютера, неминуемо в рабочих условиях. Сама причина развития близорукости – это повышенная зрительная нагрузка на зрение вблизи. Вблизи – это, мы считаем, ближе метра. Если, скажем, лет 150-200 назад в России, это было очень редко заболевание миопия, точнее даже не заболевание, а аномалия рефракции. Потому что крестьяне были повально неграмотные, они писать, читать не умели, у них было хорошее зрение. В старину людьми читающими были, как правило, интеллигенты. Подобающего освещения в то время не было, потому только у образованного класса наблюдалось снижение зрения. Сейчас зрение портится одинаково, что у рабочих, что у профессоров. Однако, качественные очки, безопасные для здоровья глаз, теперь доступны не всем из-за их высокой стоимости. Часто люди покупают уже готовые очки, и специалисты к этому относятся крайне отрицательно. В последнее время частные магазины оптики даже имеют своего оптиметриста. Клиенту предлагают бесплатно проверить зрение и сделать очки, только при условии их покупки в этом же конкретном магазине. По словам хирурга-офтальмолога, не стоит доверять таким предложениям. За рубежом оптометрия давно выделена в отдельную специализацию. У нас тоже сейчас идёт обучение оптометристов. Это уровень медсестры, скажем, уровень медицинского учреждения. Медсестры или фельдшера. Сетчатка с фоторецепторами располагается за паутиной из нервных волокон. Напоминает построению провода, фотокамеры и объектив. Нервные окончания достигают мозга. У человека есть слепое пятно. Это нечувствительная к свету область сетчатки. Чтобы человек мог увидеть полностью картину, мозг самостоятельно достраивает её как пазл. А дальше информация идёт по бородам процессор. Действительно, от зрительных клеток идёт в мозг в виде электроимпульсов, а не вспышек света каких-то. И там уже по вот этим электрическим импульсам мозг, так сказать, представляет то, что он видит, и мы это видим. А если работа мозга нарушается, то возникают алюцинации. Если родители болеют дальнозоркостью или близорукостью, то в 50% случаев и ребёнок унаследует заболевание. Процент близоруких в большинстве стран мира достигает 70%. В основном, это заболевание фиксируется у подростков на этапе окончания школы. Зрение может ухудшиться не только во время работы за компьютером. При травмах головы тоже может значительно сниться зрение. Может быть, не сразу, а в более поздний период, после сотрясений мозга, после каких-то кровоизлияний мозга с давлением зрительных путей. В случаях серьёзных заболеваний исправить ситуацию, возможно, только хирургическим путём. Усиливается заболеваемость диабетической ретинопатии, это страдание глаз при сахарном диабете. Повышается число онкологических заболеваний, ну, как во всём мире и в России тоже. Ретинопатия – это поражение сетчатой оболочки глазного яблока из-за сосудистых нарушений. В результате начинает расслаиваться сетчатка, и если вовремя не вмешаться, наступает слепота. Таким пациентам обычно положена операция по квоте. Вот только получить её довольно сложно из-за бюрократических проволочек. Очереди в клиниках могут быть огромными, некоторые пациенты ждут годами. Ускорить процедуру можно, оплатив её самостоятельно. Затем вернуть всю или часть суммы через обращение в Министерство здравоохранения. Отечественные импланты, которые устанавливают по квоте, дешевле, но у них и качество хуже. Импортные хрусталики государство не оплачивает. Первые хрусталики, когда-то, когда их начали изготавливать, особенно мягкие, были случаи, когда мутнил сам хрусталик, то есть артефагичная катаракта. Но сейчас производство во всём мире отлажено, и современные хрусталики служат пациенту очень долго. Стоимость лазерной операции при лёгких формах заболевания глаза начинается от 35 тысяч рублей в государственной больнице Воронежа. Специалисты советуют не доводить дело до хирургического стола, а вовремя надевать очки. Ведь здоровье за деньги не купишь.